Слышать окружающий мир годовалый Данила Роговой из Донецка из-за обстрелов родился раньше срока. С первых дней жизни малышу поставили диагноз – глухота. Самостоятельно купить дорогостоящие слуховые аппараты семья не могла. Историю расскажут наши корреспонденты. Искусственная вентиляция лёгких, затем месяц в кислородной маске. Первые недели жизни для Данила оказались самыми тяжёлыми. Малыш появился на свет недоношенным и буквально под взрывы снарядов, вспоминает мама. В больнице мы все лежали, все девочки, которые были, мы постоянно были в подвалах. Да, честно, потому что обстрелы были ужасные. Такие испытания не прошли бесследно. Сегодня ребёнку год и три месяца. Он ничего не слышит. Ну всё, ну всё, ну ты устал, ты молодец. А это мама с Данилом на приёме у сурдопедагога. Врач тестирует современные аппараты. Только такие сверхмощные и сверхдорогие устройства могут дать малышу слух. Ты слышишь, сыночек? Ты слышишь? Да, котён. Спасибо. Все настройки автоматические. Устройство выбирает оптимальные параметры для каждого пациента. С Данилом всё прошло удачно. Медики заверили, он сможет слышать и говорить. У него есть реакция. То есть он замирает, он улыбается, он откликается на звуки. Но потом уже идёт специальная методика, которая позволит ему овладеть речью. Теперь главное не пропускать приёмы у врача и заниматься с ребёнком дома. Галина уверена, и она, и сын с этим справятся. Будем учить его говорить слова. Он теперь узнает, что где находится, как кого зовут. С начала боевых действий эта семья не выезжала из Донецка. Отец Даниила лишился работы. И сегодня они выживают только благодаря социальным пособиям и гуманитарной помощи. Слуховые аппараты стоят десятки тысяч гривен. Если бы не помощь Рината Ахметова, деньги пришлось бы копить несколько лет. Это очень дорогое удовольствие. Спасибо нашему земляку, Ринату Леонидовичу, что помнят и ценят людей, которые тут живут. Штаб Рината Ахметова предоставил Даниилу слуховые аппараты в рамках направления «Адресная помощь». Мама обратилась на горячую линию и уже через пару месяцев её сыну привезли дорогостоящее оборудование. Хочу ещё сказать Ринату Леонидовичу, спасибо огромное за помощь, что вы осуществляете такие мечты. Спасибо вам большое. Всего же за время боевых действий адресную помощь уже получили около 40 тысяч мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Штаб Рината Ахметова выделяет деньги на закупку спецоборудования, проведение сложных операций и реабилитации. Дети в фокусе внимания. С начала работы штаб поддержал почти две тысячи тяжелобольных и раненых малышей и подростков. Ростислав Сысоев, Данила Киреев. Специально для телеканала Донбасс.